Минск И нехватка поликлиник, детских садов, школ в молодых районах. Квартиры строят. Все остальное, что должно быть в шаговой доступности, не всегда. И здесь вопрос. Как мы все отнесемся к тому, что если Минск условно закроют, то цены поползут вверх? Ведь они могут подрасти в районе 50%. Это прогнозы. Если не перегружать средними цифрами на квадратный метр. Получается, что две минские квартиры стоят как одна московская. Чтобы поменять минскую квартиру на ее аналог в Санкт-Петербурге, нужно добавить всего 20% стоимости. Короче говоря, Минск это не дешево. И дешевле от закрытия контура не станет. И вот она, серьезно, прекрасная альтернатива для тех, кто считает, что в столице больше возможностей. Это карта городов-спутников. 39 километров. Максимальное расстояние от кольца. И вообще не расстояние для тех, кто живет в Минске и может в гипермаркет или на тренировку по кольцу ездить за столько же километров. Так вот, внутри Минска стартовая квартира. Мы берем самый бюджетный вариант в аховом состоянии. 30 квадратных метров не рядом с метро стоит 60 тысяч белорусских рублей. И вот такая же сумма квартира в два раза больше по квадратам в Смолевичах всего в 25 километрах от города. С детским садом под окном и чуть поменьше, но таким же гипермаркетом. Ко мне часто приезжают гости из моих Барановичей, мой регион Бреск. И от каждого второго я слышу, нет, я жить в Минске не хочу. И начинаешь уточнять, почему, потому что немножко обидно становится. Обычный ответ, мы с тобой 40 минут ездим для того, чтобы просто перекусить. Я бы уже в Барановичах ребенка забрала из школы и сходила в магазин. И все это вообще не на машине. Так что не хотеть в Минск, это, наверное, нормальнее, чем хотеть. Но если очень надо, то города-спутники, это просто сохранит хорошее качество вашей жизни. Квартиры в них почти на 40% дешевле, чем в модных кварталах, которые строятся за МКАДом, но считаются пригородом столицы. Без разницы ехать 10 или 30 километров, если ты по городу проскочил пробки. Ну и, наконец, о самом главном. Кто и что красит? Человек место или наоборот? Какой бы это ни был банальный вопрос. И если говорить об этом, о достойной, о любимой работе, ее, оказывается, не хватает всем. И в регионах, и в столице. Меня зовут Катерина Круталевич. Весна наступила, и солнце все больше. И светит оно везде так же ярко, как в Минске. Так что дополняйте свою жизнь не обязательно за счет столицы. Она здесь точно ни при чем. Продолжение следует...